Добрый день, мои любимые! Коротко о себе. Буду заглядывать в шпаргалочку, так как нужно задавать вопросы. Меня зовут Роза. Я же проживаю в Башкирии. Вот уже три года. Проживаю одна. В деревне мне очень нравится. Я очень счастлива. Очень люблю землю. Выращиваю на земле все, что растет. Овощные культуры, ягодные культуры. Выращиваю цветы. Я просто обожаю цветы. И вот поставила перед собой такую задачу, чтобы вырастить себе такой цветочный райский уголок. Я просто обожаю цветы. Поэтому без них никак не могу. Но этим в основном и занимаюсь. Очень люблю рисовать. Люблю танцевать. Люблю петь. Что заставило развиваться, искать себя? Ну, как и всех, наверное, что меня заставило. Тяжелая жизнь. Все в жизни приходилось добиваться собственным трудом. Собственными руками, как говорится. Когда до деревни проживала в Санкт-Петербурге, работала по 15-16 часов. Иногда даже на двух работах. Поэтому кроме работы дома я ничего не видела. Ничего. Чем интересовалась, у меня просто не хватало времени. Жила, как говорится, на выживание. И поэтому в один прекрасный момент решила уехать в деревню, чтобы жить для себя, для души. Вот. Ну, что во мне изменилось? Изменилось очень много. По натуре была очень такая нервная, злая. На все, как говорится, на все и на всех. Никогда не любила себя. Или, может, просто у меня времени не было любить себя. Всегда сравнивала себя с кем-то. Все меня не устраивало в себе. В общем, я себя не любила. Ну, вот. Всю жизнь боролась с своим лишним весом. Вот. До сих пор борюсь. Третий вопрос, значит, у нас. Что пробовали изучать для этого? Ну, поначалу у меня просто не было времени, когда более-менее выходило времени какой-то. Но где-то в 2015 году начала потихонечку интересоваться нумерологией. Мне очень нравилась Жюлипо. Я постоянно слушала ее эфиры, постоянно вот как-то вот взаимодействовала. Потом потихоньку-потихоньку плавно перешла на психологию. Заинтересовалась психологией, изучала книги, читала Полины Суховой. Вот. Прочитав ее все книги, немножко там позанимавшись, меня плавненько перекатило на парапсихологию. Тут у меня, значит, появился такой небольшой учитель Сергей Финько. В интернете есть такой. Вот с ним я немножко тоже позанималась. Потом потихоньку, плавненько у меня перешел переход на духовный такой рост. Но это уже здесь деревни. Когда я переехала сюда в деревню, у меня побольше времени стало. И тут у меня появилась, значит, такая учитель-мастер Селена. Ну, многие о ней знают. Прошла ее курс, пора проснуться. И вот уже пройдя ее курс на каком-то моменте, плавненько-плавненько, я стала переходить. И тут мне вышло, я не помню, что такое, клип какой был или что это было. В общем, вышла книга Мельхиседека «Тайна цветка жизни». «Древние тайны цветка жизни». Я эту книгу нашла, купила, все прочитала. Мне так понравилось, вот что-то такое во мне пробудилось. Четвертый вопрос. Как познакомились с Академией Центра Света? Ну, вот проходя все эти свои этапы, в какой-то прекрасный момент по интернету у меня вышло видео. Видео называлось, не помню, как называется, но это было интервью с Анной Камалайхи Форс. Вы знаете, вот прослушивая это интервью, изревелась на нет. Сердце у меня колотило, я думала, вырвется из груди. В общем, что-то со мной такое произошло. Непонятно что. Но мне очень запало в душу. Тут же я подписалась на эту Академию, значит, Центр Света. И стала потихонечку изучать их материалы, прослушивать. И потихоньку-потихоньку сделала себе такой подарок. Купила себе первый урок в золотом геноме. Какие были запросы? Ну, золотой геном. Я, в принципе, ничего такого не хотела запрашивать. У меня давно уже было такое желание повысить свой духовный рост, уйти в какое-то такое духовное направление. Даже каждый Новый год, когда загадываем желание, вот в 12 часов куранта, я всегда себе писала такое желание. Повышение духовного роста, повышение духовного роста. Ну, к этому шла как-то вот потихоньку-потихоньку. Душа моя шла. Насколько вы ответственны о проходе золотой геном? И что получили? Ну, вообще, по натуре я человек ответственный, трудолюбивый. Поэтому всё, что я не делаю, я стараюсь делать как-то ответственно и со всей любовью. И поэтому, проходя золотой геном, всё, что там говорится, всё, что передаётся по мере... Ну, по своей мере я выполняю. Стараюсь, по крайней мере, всё выполнять. Мне всё нравится. Просто обожаю. Камалайушку обожаю. Что, какие у нас вопросы? Ну, вроде и всё. Ну, какая... Что получилось у меня про прохождение золотого генома? Ну, получилось, что... Во-первых, я... У меня пропали все страхи. Мне страхов вообще нету никаких. Я ничего не боюсь. Не боюсь за завтрашний день, что будет. Всё будет хорошо. Я знаю, что будет всё хорошо. Ангел меня ведёт правильно. Я его люблю. Он меня любит. У нас всё хорошо. Благодарю, любимые. Люблю, люблю, люблю.